Сегодня у нас очередной обзор оперативного совещания, которое случилось в минувший понедельник, 10 июня. Совещание было длинным, насыщенным, и основным мотивом этого совещания было бросающееся в глаза противоречие, которое раздирали Раде Фаритовича. И противоречие это красной линии проходило через все совещание, и заключается оно в следующем. С одной стороны, Раде Фаритовичу, ну, просто ужас как нужно, чем-то начинать гордиться и отмечать свои достижения. С другой стороны, явно в глаза бросались те недостатки и недоработки, которые сквозили во всех докладах его подчиненных. В первых строках Раде Фаритович, который, к слову сказать, опоздал в этот раз чуть меньше, чем обычно, начал говорить про Сабантуи, которые прошли в ряде районов, продолжаются, и вот скоро случатся и даже в Уфе. Хабиров отметил, что Сабантуи проходит так, как запланировано, все отлично, все хорошо. Однако, в ряде районов проигнорировали его запрет на торговлю алкоголем, и Сабантуи прошли в традиционной форме, что, ну, собственно, возмущает руководителя. В традиционной манере Хабиров не стал называть виновных. Он вообще вот как-то избегает вот этого вот обозначения тех, кто не исполнил его поручение, но, видимо, где-то там в подсознании они у него сидят. А также Хабиров раздал такое универсальное поручение руководителям тем, кто ездит на эти Сабантуи. Я процитирую его. «Оставаться там, на Сабантуи, смысла нет. Все равно теперь не нальют», — сказал Ради Фаридович. «Так что надо беду скрашивать. И скрашивать ее тем, что надо работать. Берите курирующего зама и езжайте по району». Обращение это было такое неожиданное, и эта рекомендация была неожиданная. Складывалось впечатление, что это не собрание, не совещание правительства, а какое-то очередное собрание анонимных алкоголиков, которым, значит, вот дали такую ценную рекомендацию. В общем, беду будем скрашивать работой. Вопреки сложившейся традиции, эта оперативка началась не с доклада об оперативной обстановке на дорогах и в сфере ЖКХ, а с триумфального доклада Ильшата Таджидинова о результатах поездки на Питерский экономический международный форум. Туда ездил и Хабиров, и Таджидинов, и Сидякин, и вообще куча народу ездила, за каждого из которых заплатили по 380 тысяч только вступительного взноса, плюс всякие прочие расходы. Расходы, конечно, республики были колоссальные на этот форум. И Хабиров, и Таджидинов, конечно, нуждаются в оправдании всех этих расходов, и вот пришлось Таджидинову делать такой триумфальный доклад. Начал он с того, что на Питерском экономическом форуме было заключено аж 24 соглашения. Но дальше пошла расшифровка, из которых два с субъектами федерации, то есть это ни о чем, просто о дружбе, 11 с предприятиями и организациями, что совсем непонятно, но чуть-чуть расшифруется в последующем, и 11 инвестсоглашений, ну то есть то, что более или менее подпадает под основные цели и задачи, которые стоят перед этим форумом. Всего, по словам Таджидинова, они привезли с этого Питерского экономического форума инвестиционных соглашений на 81,8 миллиарда рублей. Это действительно очень много. То есть это половина годового бюджета республики Башкортостан, даже слишком. Но дальше пошла расшифровка, с кем же чего заключили. Оказывается, чуть ли не половину этой суммы – это заключение договора, соглашения или какого-то там решения, не смейтесь, с ПСК-6, с господином Носковым, который предвещает инвестиции на 37,2 миллиарда рублей. Откуда они возьмутся, непонятно, конечно. Но Носков собирается построить около Уфы некий аграрно-логистический центр «Уфимский». И туда будет вложено 37,2 миллиарда рублей. Что-то мне подсказывает, что у господина Носкова, конечно, таких денег нет. ПСК-6 мучительно балансирует на грани не свалиться в проблемы вот этого долевого строительства. Как и у всех строителей, у Носкова не все гладко и здорово. Компания его закредитована по самое не хочу. Но, тем не менее, Носков, вот это его манера, не завершая предыдущего, сразу ломиться в какие-то новые проекты и так далее, и так далее, доказывая свою нужность властям и тем самым купируя возможности какого-то воздействия, Носков кинулся вот в такой проект. Я категорически не верю в этот агро-логистический центр. Вероятнее всего, в скором времени начнутся всякие корректировки, изменение планов, объяснение того, что нет денег, надо бы получить какую-нибудь земельку и сначала что-нибудь построить, а потом на заработанные деньги и так далее. Но, в общем, конечно, вот это сразу бросилось в глаза, что половина от этой суммы – это вот Носков. То есть сразу большие сомнения, что вообще это какой-то результат. Ну и далее Тажетинов расшифровал оставшуюся половину этих 81 миллиарда рублей. Это всевозможные инвестиционные соглашения, я не буду на них останавливаться отдельно. Там и солнечные всевозможные электростанции, аж три штуки, там и какие-то, значит, каталитические заводы и так далее, и так далее. Все эти инвестиции как бы достаточно размазаны и размыты. Кое-какие из них действительно выглядят вполне себе достоверно. Я вполне допускаю, что что-то из этих проектов состоится. Но в целом, конечно, остальное все это вот по мелочи. Вот самая главная инвестиция – это наш родной Носков, который инвестирует в нашу родную республику. Как-то это отдает уже давно принятыми решениями, если честно. Вторым вопросом оперативки все-таки заслушали о состоянии в области ЖКХ и оперативной обстановки на дорогах республики. Первым выступал наш новый вице-премьер Беляев Борис Владимирович, который опять побил собственный рекорд. Помните, в прошлый раз он выступал 51 секунду? В этот раз он выступал 47 секунд. Ну, что можно сказать за 47 секунд? За 47 секунд Борис Владимирович сообщил, что все в области ЖКХ в республике суперхорошо. На этом его время, видимо, кончилось. Хабиров как-то так взял такую небольшую паузу, помолчал, ничего не сказал, но пустился в воспоминания о том, как он на Медне побывал в Баймаке, собственно, в этом мятежном городе, который никак не хотел принимать его решения. Но говорил Хабиров не об этом, а о том, что в Баймаке ему бросилась в глаза ужасная пыль. И что вот с пылью надо бороться. И что, дескать, вот я давно давал задание купить эти поливальные машины, а их так и не купили. Ну, в общем, как-то ладно. Значит, дальше за Беляевым на ту же тему выступил Тимур Рафисович, который тоже, в общем-то, сообщил, что на дороге все нормально, народ гибнет в заданном режиме, ничего такого сверхъестественного не случилось. И третья часть этого же вопроса, это, как обычно, Министерство по чрезвычайным ситуациям, господин Гумеров, который сообщил там о численности погибших в пожарах. Там, значит, сообщил нам странную вещь, что возрастает количество людей, выпадающих в окна в республике Башкортостан. Видимо, это связано все-таки с теплой погодой. Люди открыли окна и валятся в них почем зря. Семь человек за неделю выпало из окон в республике. Ну, в общем, ладно. Конечно же, Гумеров не мог не сказать про вот этот трагический случай, который случился в лагере «Чайка». Он зачитал сводку о том, что в Бирском районе в лагере «Чайка» погиб 15-летний подросток в результате падения на него флагштока. И что Следственный комитет сейчас возбудил уголовное дело и рассматривает версию халатности должностных лиц, которые допустили подобный случай. Что примечательно, Хабиров на этот случай, на этот доклад не отреагировал никак. То есть он стоит на своем. Он принял тогда доклад вот этой мадам-замминистра образования, он его одобрил. И вот это то, что дети гибнут в лагерях, никак не сказалось на том, что Хабиров принял доклад Министерства образования о летнем отдыхе детей. Третьим вопросом оперативки был вопрос о завершении весенних полевых работ. И докладывал, естественно, министр сельского хозяйства, господин Файзрахманов. Доклад его, как обычно, изобиловал цифрами данными, зачастую странными и путанными. Файзрахманов сообщил, что он героически сохранил количество площадей посевов в Республике Башкортостан, что увеличил с 8% до 13% количество элитных семян, которые используют при посеве. Посетовал, что целый ряд районов все-таки площади посевов сократил. Бураевский, Краснокамский, Бешбулякский, Мишкинский. Но, собственно, как обычно, у Файзрахманова все было хорошо, победно и нарастало. Однако, если внимательно слушать Файзрахманова, то понимаешь, что, как обычно и как принято в последнее время в правительстве у Хабирова, проблемы выдаются за достижения. Например, если внимательно, опять же, выслушать его доклад, второй раз промотать, третий, поставить на паузу и задуматься, то понимаешь, что Файзрахманов рассказывает нам о том, что на фоне неимоверных успехов его ведомства в покупке, закупке и снабжении сельского хозяйства техникой и всевозможной механизацией, так называемая энергетическая обеспеченность, это такой показатель, когда рассчитывается количество лошадиных сил техники на один гектар обрабатываемой земли. Так вот, этот технический показатель находится на уровне 70% от нормы и составляет 176 лошадиных сил на гектар, при том, что должен составлять 230. Но, как обычно, Хабиров, который действительно ничего не понимает в сельском хозяйстве, пропустил это все мимо ушей, он принимает доклады Файзрахманова за победные реаляции, ему очень нравится, как Файзрахманов рассказывает ему о надвигающемся на нас урожае. Однако, в этот раз Файзрахманов подпустил немного туману и сообщил, что он уже готовится к засухе 2020 года. Он не сказал нам, откуда у него информация, столь длинный прогноз о погоде на целый год вперед, однако он сообщил, что ему требуется собрать в этом году на всякий случай 13 миллионов тонн кормов для скота против 9 миллионов тонн, которые вообще-то запланировано было собрать. Я вот планирую поинтересоваться у людей, разбирающихся в сельском хозяйстве. Вообще это реально, вместо 9 собрать 13 с тех же площадей, которые запланированы под эти корма. Ну, в общем, конечно, вся вот эта бильберда, которую докладывала Файзрахманов, сводится к одной единственной его фразе, цитирую, «Работы Минсельхоза идут в оптимальные агротехнические сроки». Четвертым вопросом оперативки был вопрос об административных комиссиях, которые пресекают зловредную деятельность жителей по парковкам на неположенных местах. Напомню, что в прошлый раз Радий Фаридович попросил ему доложить об этом, давненько он не слышал об этом на оперативных совещаниях, и вот, пожалуйста, значит, доклад состоялся. Докладывал Владимир Иванович Спеле, который, кстати говоря, в этот день был юбиляром, ему исполнилось 50 лет. Я очень уважаю, на самом деле, Владимира Ивановича, считаю его одним из немногих участников вот этого процесса, среди тех, кто, в принципе, является разумным профессиональным человеком. Владимир Иванович сейчас, конечно, исполняет сложную функцию по поводу вот этого нашего регионального Минюста. Вот ему досталась вот эта история с административными комиссиями. Надо сказать, что технически он исполняет эту функцию блестяще. Рассказал нам Владимир Иванович о том, что за истекший период, почти два месяца, когда работает вот эта карательная система по поводу парковок, было выявлено 19 тысяч случаев неправильной парковки на газонах и там в неположенных местах. Что характерно, только в 10 тысячах из 19 кара настигла злодеев. Отметим про себя эту цифру. Почти половина из тех, кто выявлен, не наказаны. Где-то примерно 10 тысяч из этих 19 тысяч – это Уфа. И, соответственно, также 5400 человек из 10 тысяч в Уфе были наказаны за эту неправильную парковку. Совокупно всего Владимир Иванович извлек из населения 14 миллионов 48 тысяч рублей в виде штрафов, что в среднем составляет 1318 рублей на каждого человека. Примечательно, что штрафы варьируются в зависимости от местоположения оштрафованного. Если в Уфе это 1378 рублей в среднем на человека, то в районах это 1082 рубля. Я не знаю, чем объясняется подобная дискриминация. Видимо, административные комиссии в районах полагают, что нарушитель этого порядка в районе меньше виноват в том, что он содеял, либо имеет меньшие доходы и не в состоянии платить. Но на 30% штрафы в Уфе выше. Далее, в рамках этого же вопроса о штрафах, административных комиссиях и парковках, был доклад Беляева Бориса Владимировича, новой звезды оперативок. В этот раз он не смог обойтись 47 секундами, потому что ему было велено поведать об устройстве парковочных мест. То есть о процессе, который противоположен вот этим штрафам. То есть, с одной стороны, государство сейчас штрафует негодяев и злодеев, которые паркуются на газонах. С другой стороны, государство как будто бы обустраивает парковки, чтобы этим негодяям было где парковаться законно. Так вот, Борис Владимирович сообщил нам, что всего потребность в республике в парковках, внимание, 310 тысяч парковочных мест. Из них обустроено 140 тысяч и необходимо обустроить 170. Ну, так-то цифры сошлись. Значит, также Борис Владимирович нам сообщил, что он наметил несколько направлений, по которым будет добиваться оптимизации вот этого парковочного пространства. Это устранение брошенных автомобилей, это ревизия запрещающих знаков, это демонтаж незаконных запорных устройств, это когда вот жители там себе всякие замки с железками ставят, чтобы чужие не ставили машины. Ну, и нанесение разметки. В целом, конечно, вот эти вот четыре метода я, например, двумя руками поддерживаю, если они реализуются. Потому что, ну, особенно ревизию запрещающих знаков, которые, по сути, разбросаны в хаотическом порядке по городу и по республике, и на самом деле мешают парковке. Всего из этих четырех методов Борис Владимирович планирует извлечь 9 тысяч парковочных мест. Также он сообщил нам, что, ну, как бы, вообще-то он планирует полностью обеспечить республику парковками к 2024 году. То есть вот эта история, которая ему поручена, она в его представлении должна длиться пять лет. Борис Владимирович точно не дождется окончания этого периода, я прогнозирую. Он не сможет проработать на своей должности пять лет. Более того, Борис Владимирович не учитывает то, что ситуация в количественном и качественном аспектах, безусловно, изменится в течение пяти лет, и ему снова придется обеспечивать республику парковками. В общем, конечно, честно говоря, вот этот доклад выглядел абсолютно бредовым. При этом, это не только мое утверждение, а чуть позже мы узнаем о том, что это утверждение еще и ради Фарита Чахабирова. В этот момент, когда Беляев закончил свою билиберду с цифрами, Хабиров вызвал по селектору на связь Мустафина и попросил рассказать, что же творится в Уфе по поводу парковок. Так вот, господин Мустафин сообщил нам, что на миллион сто тридцать восемь тысяч населения Уфе есть пятьсот семнадцать тысяч автомобилей. Существует шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать парковочных мест и еще девяносто тысяч парковок и стоянок. В смысле, девяносто тысяч мест. Потребность города Уфы, внимание, триста пятьдесят пять тысяч машин и мест. А Беляев назвал на всю Башкирию триста десять тысяч мест. В общем, тут как-то немножко все опешили. Ну, Мустафин такой же, он простой, как три рубля. Доложил и доклад закончил. Видимо, он саму-то оперативку не слушал и подвел товарища. В общем, Хабиров опешил. Вот тут наступил тот момент противоречия, о котором я говорил вначале. О том, что Хабирову очень нужны успехи, победы, реляции. Да-да-да, ура-ура, мы полгода делаем все правильно. И вдруг вот два человека буквально друг за другом докладывают совершенно противоположные вещи. Хабирову ничего не оставалось, как начать в этом разбираться. Дословно цитирую. Я ничего не понял. Я получаю разные показания. Мне лично заняться этим, что ли? Я займусь. Он начал закипать так, Хабиров. Почему мои поручения не исполняются? И тут он проговорился о причине увольнения Киреева. Цитирую. Прежнее руководство МинжКХ меня не слышало. Тут уже Хабиров начал в разные стороны смотреть, обратился к Сидякину. Когда я получу конкретный юридический механизм эвакуации автомобилей? Почему-то он перешел на эту тему. И, в общем, дальше долго и нудно, примерно 20 минут, они говорили о том, как им получить механизм эвакуации брошенных автомобилей в городе Уфе. Сидякин растерялся, не был готов к тому, что на него этот вопрос перейдет. Он начал чего-то лепетать про процесс «синхронизируем госсобрание, оптимизируем». Вот скоро будет сессия госсобрания, в конце июня они все необходимые законы примут. В этот момент сложилось впечатление, что у нас правовое управление администрации главы республики вообще уже собой подменило полностью госсобрание. Оно печатает законы, а бешеный принтер госсобрания их только подписывает. В самый разгар этой дискуссии с Сидякиным Мустафин подбросил дровишек, сообщил, что город Уфа уже эвакуировал 4 автомобиля, брошенных во дворах. Тут Хабиров совсем уже взорвался, стало шуметь, что 20 минут разбираем пустяковый вопрос, а вы мне тут про 4 автомобиля на миллионный город. В оконцовке он обрушился на Беляева, и, значит, цитирую, «Борис Владимирович, вы когда доклад готовите, с коллегами общайтесь, у вас цифры не бьются в отчаянии», значит, вскричал Хабиров. И, в общем-то, понял, что на это надо вопрос закрывать. Вот этот действительно пустяшный вопрос, вопрос о, как бы, эвакуации вот этих брошенных автомобилей, вопрос технический, который на самом деле должен решаться на уровне городов. Пятым вопросом оперативки был вопрос о повышении качества пассажирских перевозок и исключении нелегальных форм перевозок на территории Республики Башкортостан. Этот вопрос был как раз из-за разряда победных реляций, и давайте разберем подробно, что же праздновал Ради Фаритович в этом вопросе. Доклад делал, естественно, Мухаммедьянов Тимур Рафисович. Доклад был длинным, подробным, со всякими цифрами, данными и так далее. Сокращая этот доклад, выделим основные мысли, которые нам поведал господин Мухаммедьянов. Первая мысль – это мысль о том, что в Уфе порядок с транспортом наведен. Это вызвало дикий восторг Ради Фаритовича. Он отметил прекрасную работу Минтранса, значит, и дальше Мухаммедьянов пошел чистить цифрами. В частности, он сообщил, что он планирует по плану закупить 589 больших автобусов для Баш-Автотранса, обеспечить всю республику автобусными перевозками и так далее, и так далее. Однако тут же Тимур Рафисович констатировал, что каждый шестой район в республике Башкортостан, а именно 11 районов, не имеют автобусного сообщения с центром республики и вообще не обеспечены услугами Баш-Автотранса. Также Тимур Рафисович отметил, что им еще пока не удалось справиться с нелегалами на междугородних перевозках, но они очень-очень с этим борются. Также Тимур Рафисович рассказал нам о том, что он разработал и готов внедрить с 1 сентября единую электронную платежную карту для транспорта в республике Башкортостан и в Уфе. Дело, конечно, безусловно, хорошее, полезное. Он сказал, что уже 1900 терминалов установлено на транспорте и, что слегка настораживает, до 1 сентября ему еще нужно установить 4298 терминалов на транспорте, на котором нет этих терминалов. Вот, честно говоря, отрезки времени немножко не совпадают. За последние полгода он установил чуть меньше 2000 и чуть больше 4000 ему нужно установить за оставшиеся 2,5 месяца. В общем, конечно, тревожно мне за эти штуки. Также Тимур Рафисович сообщил, что турникетов в Уфе не будет на транспорте. Ну, слава богу. В общем, Хабирову все очень нравилось. И тут заговорили о том, как исполнялись сроки поставки вот этих крупных автобусов в хозяйство Башавтотранса. Много раз мы слышали эту историю, что вот закупаем большие автобусы, закупаем большие автобусы. Оказывается, толком так ничего еще до сих пор и не закупили. И вот первая партия будет на этой неделе представлена дорогому Радио Фаритовичу, чтобы он торжественно принял эти автобусы. С чем же связано это запоздание, кто виноват и так далее? Оказывается, никто не виноват. Виновата Москва и Казань. Хабиров взял на себя роль оправдывающегося в этой ситуации и рассказал, что оказывается, мы-то заказали давно на Нефазе, но тут на Нефаз внезапно пришли два крупных заказа из Москвы и Казани. И стала дилемма, либо отказаться от поставок из Нефаза и купить где-то еще. Кстати говоря, в мире существует огромное количество производителей автобусов, которые ничем не хуже, а то и лучше. И по цене такие же, как Нефазовские. Но Хабиров сказал, что мы будем поддерживать нашего производителя башкирского, а жители подождут. Сначала автобусы поставят в Москву и Казань, потому что мы не можем противостоять такому напору этих больших городов. А потом наши жители вот с таким вот достаточно серьезным опозданием тоже, наверное, получат эти автобусы. В общем, конечно, это выглядело не здорово, потому что, по сути, Хабиров принес в жертву жителей Башкирии интересам Нефаза и интересам Москвы и Казани. В общем, конечно, очередной раз Хабиров доказал то, что он не до конца, на самом деле, самостоятельен в принятии подобных решений. И то, что такие вот факторы, как интересы Москвы и Казани, могут вполне встать поперек интересов жителей республики Башкортостан, а Хабиров вовсе не будет на их стороне. Главным в этом вопросе, по крайней мере, в части доклада Мухаммедьянова, было то, что Хабиров несколько раз и в конце этого доклада акцентировал внимание на том, что мы навели порядок с транспортом в Уфе. Я обращаюсь к моим зрителям, к нашим подписчикам. Прокомментируйте, пожалуйста, навел Ради Фаритович в Уфе порядок с транспортом. Вам комфортно, вам здорово, вы почувствовали, что вы живете в настоящем современном городе с хорошим, современным, чистым, замечательным транспортом или не очень. Далее, в рамках того же доклада по поводу триумфа в транспортной сфере республики, докладывал господин Гельмундинов Динар Загитович, руководитель ГИБДД республики. И в манере офицера, который все-таки не застрелился за углом, он объективно доложил о том, что на самом деле количество ДТП с участием автобусов в республике только выросло. Причем выросло на 15%. И количество ДТП по вине самих водителей автобусов тоже выросло на 3%. В общем, конечно, слегка он подпортил вот этот триумф, но как есть, так и есть. В конце вот этого обсуждения истории с транспортом и пассажирскими перевозками Хабиров опять проявил вот эту свою внутреннюю противоречивость. Я имею в виду понимание того, что то, что докладывается вовсе не так сильно похоже на победы. Хабиров повеселил публику фразой, я сейчас про Чайковское слово давать не буду, потому что нам всем будет плохо. Жалоб-то очень много, люди жалуются на качество и отсутствие автобусов. То есть вот этим своим завершением доклада Хабиров на самом деле слегка перечеркнул все вот эти триумфальные реляции. Проскочило то, что действительно, видимо, система инцидент в последнее время вообще неупоминаемая нигде. Фиксирует только рост вот этого недовольства реформой в области транспорта. Ну и в целом, конечно, это иллюстрировало то противоречие, которое есть на этих оперативках, когда говорится одно, делается другое и уже ощущение появляется совершенно третье. Последним вопросом оперативки был вопрос о фестивале «Сердце Евразии», который будет прикреплен к Дню города и Дню России 12 июня. Собственно, ничего там интересного в этом докладе не было. Все хорошо, прекрасные маркизы. Мы знаем точно, что госпожа Шафикова действительно научилась делать прекрасные праздники при наличии избыточного количества денег. Я нисколько не сомневаюсь, что все будет здорово. Но и тут Хабиров тоже решил немножко разрядить ситуацию. И в конце этого докладика Шафиковой пошутил. Я, говорит, слышал, что Элтон Джон не смог приобрести билеты на ваши концерты. Ну, подобострастный хохот в зале завершил эту оперативку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова